30 с лишним тысяч гектаров сельхозземель Москва передала в ведениях Акасии. И это далеко не предел, республика намерена получить больше. Еще порядка 40 тысяч гектаров площадей. Плюсы от решения земельного вопроса суммировала Наталья Гармашова. Правительственная благодарность именно главе Новороссийского сельсовета сегодня адресована не случайно. Алтайский район в этом году в лидерах по приобретению огромных сельхозплощадей. Земли официально перевели из федеральной собственности в муниципальную. Предшествовала этому тщательная инвентаризация наделов, оперативный сбор документации. И вот буквально неделю назад состоялось значимое событие. Сюрприз для нас был очень приятный. 18 тысяч гектаров земли из земель бывшего племзавода России. 18 гектаров, только вдумайтесь в эту цифру, для субъекта это очень значимые, конечно, цифры, переданы муниципальному образованию Алтайского района Новороссийский сельсовет. Более того, незадолго до этого Алтайский район стал собственником еще 6,5 тысяч в прошлом федеральных гектаров. Багратский район хозяином 7 тысяч гектаров сельхозпросторов. В целом же республиканские сельсоветы еще могут претендовать не менее чем на 40 тысяч гектаров. Эти просторы в прежние годы занимали племзаводы и агропредприятия, сегодня площади в запустении. Задача новых, уже местных хозяев кардинально ситуацию изменить. Вы видели, что у нас случилось, когда случились пожары. Юридически есть собственник, фактически его собственника нет. И эти пожары могли бы, может быть, даже могли бы, наверное, и не быть, если бы не все эти заросшие массивы земли. Плюс ко всему, это же наши сельхозпроизводители. Это же те субсидии, которые им предоставляются на сельхозпроизводство. Это развитие сельхозотрасли в целом вообще. У нас у Андреевской, которая работает 10 лет на земле и не имея земли, и большое хозяйство на республику славится, а земли у них как таковой нет. И теперь будет. Надо работать, то есть увлекать КФХ, которые именно работают, когда человек знает, что это его, будет на ней трудиться. Глава региона уже дал поручение Минсельхозу республики напрямую сотрудничать с районами в вопросе целевого использования сменивших статус земель. Так, за оставшиеся три недели декабря сельсоветам необходимо экстренно провести инвентаризацию наделов. Если среди них выявится федеральная, то уже с нового года начнется сбор документов для их переоформления. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.